Яркое лето, яркие образы с магазином Миледи на спортивной 21 дробь 33. Можно строить планы, даже найти деньги, но многое зависит от подрядчика. Спортплощадку восьмой школы. В прошлом году ее включили в областную программу финансирования. Конкурс выигрывала московская фирма «Триумф». Компания неплохо зарекомендовала себя в области, но в нашем районе явно что-то пошло не так. Как обычно затянули по срокам, к работам приступили лишь в ноябре. Все, что сейчас происходит на площадке, выясняла глава района. Смотрим. Спортивная, всесезонная, многофункциональная. Именно такой должна была быть площадка у восьмой школы. На деле – рытвины, ямы с водой и перепаханный асфальт. Я понимаю, что воинская часть близко, но ощущение, что вас бомбили. Но такого я еще в нашем городе не видела даже после «Титана». Это из разряда «один раз увидеть» и «умереть». Мне, конечно, фотографии присылала Елена Борисовна, но я не думала, что на сколько. За последнее время я вообще ничего печальнее не говорила. Просто когда бюджетные деньги приходят на исполнение какой-то программы и получаем вот такой результат. В сухом остатке проход на площадку запрещен. Здесь не только заниматься, ходить опасно. Поэтому ребята из летнего лагеря гоняют мяч рядом со школьными клумбами. К сожалению, вот сейчас мы не можем использовать. Вы видите, у нас ограждение. Детей мы сюда не пускаем категорически. В этом году лыжной подготовкой нам пришлось заниматься вокруг клумб. Мы, конечно, с нетерпением ждали, что здесь будет хоккейная площадка. Так как показывали нам копию проекта, мы обрадовались. Мы уже планировали и собирали хоккейную команду. Проблемы из-за сложного рельефа, уверяют строители. Они не были готовы к работе на заболоченной местности. Рядом со школой два пруда. Грунтовые воды стоят буквально у поверхности. Асфальт укатали, но площадка превратилась в водный матрас. Стройку остановили. Но это еще не финал, уверяет подрядчик. На самом деле прорабатываем этот момент. Сейчас уже один проектировщик у меня ездил. Сейчас у меня главный проектировщик, который занимается именно такими объектами. Он занят с экспертизой, но мы собирались на эту неделю туда еще раз выехать. Я довези с проектировщиком и понять, какой план мероприятий. Там необходимо провести. Пока фирма взяла паузу. Надержать ее долго не получится. Если в ближайшее время триумф не приступит к работе, фирму ждут судебные иски. Действия наши естественно в правовом поле и они будут направлены исключительно в рамках заявления в органы надзора с тем, чтобы проверить вообще полномочия, деятельность этой фирмы. Для того, чтобы иметь возможность предъявить требования, чтобы нам вернули хотя бы в нормативное состояние поле, которое было у нас в этой школе. В ближайшую пятницу подрядчик все же обещал выехать на место стройки. Как развернуться события около восьмой школы, расскажем в следующих выпусках новостей. Марина Анциферова, Максим Максимов, Юлия Левицкая. Новости дня.